Время новостей на РТС. О главных событиях понедельника расскажут мои коллеги и я, Наталья Данина. Здравствуйте. Первый заместитель главы Хакасии покинул республику, однако, вопреки прогнозам некоторых СМИ, в регион он вскоре вернется. Сейчас Николай Миронов находится в отпуске, он отправился в Москву, при этом выполняя поставленные Валентином Коноваловым задачи, включая управление аппаратом правительства. Кроме того, в столице России у первого зама запланирован ряд рабочих встреч, связанных с решением актуальных проблем Хакасии, в том числе в сфере энергетики, а также с организацией проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Как отметили в пресс-службе правительства, продолжительность отпуска Николая Миронова будет зависеть от личных обстоятельств, однако, к своим обязанностям он точно вернется в июне. В Хакасии, как и по всей стране, начались выплаты детям от 3 до 16 лет. По указу президента на каждого ребенка положено 10 тысяч рублей. Символично, что начались они именно сегодня, в Международный день защиты детей. В Хакасии подано более 41 тысячи заявлений для получения указанных средств. В первый день выплат отделение пенсионного фонда уже перечислило деньги практически всем заявителям. Общая выплаченная сумма на первый день составила 596 миллионов рублей. Отмечу, что срок подачи заявления на единовременную финансовую поддержку семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет до 1 октября текущего года. В условиях коронавируса подать его может любой из родителей через портал Госуслуг. Чтобы получить финансовую помощь как можно быстрее, нужно внимательно заполнять электронную форму заявления, уточнили в пресс-службе пенсионного фонда. Новый детский сад с плавательным бассейном появится в Черногорске к концу 2021 года. Первый колышек в основании дошкольного учреждения сегодня забили глава Хакасии и мэр города угольщиков. Все подробности в материале Андрея Пахабова. Вбить колышек в землю, равно как и положить первый кирпич, дело хоть и символичное, но необходимое. Это значит, что все уровни власти, муниципальные, региональные и федеральные, договорились. Средства выделены и подрядчик может приступать к работам. Что он и сделал. Уже сегодня техника начала рыть котлован. Детский сад будет большой на 300 мест с бассейном. Аналогичные три садика построены в городе Абакане. Дашенька, Филиппок и Феденька. Типовый проект. Это типовой проект именно города Абакана, который представлен городу Черногорску. Республика выделила дополнительные средства городу Черногорску полтора миллиона на проведение привязки проекта к этой местности. Дошкольное учреждение разместится на улице генерала Тихонова. Это восточная окраина Черногорска. Этот район густонаселенный у нас, потому что малая крепость, большая крепость и участок индивидуального жилищного строительства. Просто необходимо было поставить здесь, потому как иначе доступность до ближайших детских садов превышает более километра. В городе Угольщиков на сегодня работает 24 детсада. 25-й, которому жители уже дали имя Дельфинчик, позволит окончательно снять проблему очередности для малышей от полутора лет. Строительство стало возможным благодаря национальному проекту «Демография». Конечно, все мы ждем, чтобы садик был построен в сроке. Планово он будет завершен до конца 2021 года. Но, в общем-то, уже сегодня строительная компания берет на себя обязательство сделать это раньше. В правительстве Хакессии также отмечают, новым дошкольным учреждениям в ближайшее время может похвастаться не только Черногорск. В этом году в республике должны быть введены в эксплуатацию пять объектов поменьше. В Новокурском, Бельтырском, Калинино, Иткуль и на станции «Аскиз». Федеральных средств на все эти проекты не хватило, и республика вложила собственные – 100 миллионов рублей. Андрей Пахавов, Дмитрий Парахин, РТС. Банки начали предоставлять кредиты по 2% годовых. Заемы предназначены для возобновления деятельности компаний пострадавших отрасли. Проценты по кредитным договорам в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года начисляются, но не уплачиваются заемщиками. При этом кредит можно полностью списать, если компания сохранит 90% штатной численности работников. При сохранении 80% штата списывается 50% кредита. Кроме того, продолжается кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства под 0% годовых. На данный момент одобрено более тысячи кредитов на общую сумму свыше 2,8 миллиарда рублей. Как жителям отдаленных сел существовать без медицинской помощи, если до ближайшего врача десятки километров по гравейке, скорую ждать долго, а личный транспорт не у каждого? В Хакасии на одну такую проблему стало меньше. В отдаленном селе Рженикидзовского района открылся ФАП. Наша съемочная группа преодолела порядка 300 километров, чтобы лично убедиться, что для людей стала доступна медицинская помощь. Деревня Кагунек Рженикидзовского района. Здесь живет порядка 120 человек. Пять лет назад фельдшер из местного ФАПа ушла на пенсию, и он прекратил свою деятельность. Из соседнего села стал приезжать медик лишь несколько раз в неделю. Но ведь людям нужна помощь каждый день. Раньше у нас районный центр Копьева получается. Это надо ехать 40 километров практически. То есть вот так, если что-то экстренно, скорую вызываем. Пока скорая снова Морясово приедет, это другая деревня, сколько километров. Ждем. Но теперь все неудобства позади. На самом видном месте Кагуника красуется новое здание фельдшерского пункта. Он идеален для оказания не только плановой, но и экстренной помощи. Из оборудования здесь есть все необходимое. Аппарат ЭКГ и ВЛ-дефибриллятор. Список процедур обширный. Кардиограмму, процедуры, уколы, прививки ставим детям. Анализы берем. Можно и на сахар, холестерин. ЭКГ с выходом в интернет. Люди придут, мы все сделаем здесь. Все для людей. И кроме этого, аптечный пункт все равно будет. Ведь сегодня вы лицензию получили? Сегодня все районные больницы, для того, чтобы стабилизировать эту ситуацию с постоянным обеспечением льготными лекарственными препаратами, мы с прошлого года ведем работу, и все районные больницы получили лицензию на лекарственное обеспечение. И они сегодня будут реализовывать лекарственные препараты, в том числе и льготникам. Съездить за аспирином или за йодом за полсотни километров, конечно же, это ненормально. На строительство фельдшерского пункта ушло в разы меньше времени, чем на оформление документов. И вот, наконец, долгожданное событие настало. Коллеги, это самый важный момент, это вручение лицензии на разрешение работы в этом здании сегодня, в этом фельдшерском пункте. С чем я вас и поздравляю. Все это действия национального проекта. Развитие первичной медпомощи в Хакасе идет неплохими темпами. В этом году в рамках также нацпроекта в республике появится еще один фельдшерский пункт и врачебная амбулатория. Мария Мишнина, Станислав Колчинаев, РТС. И к статистике коронавирусной инфекции. Еще один пациент с диагнозом COVID-19 прошел лечение и выздоровел в Хакасии. Общее число выздоровевших 521. Также за сутки в республике выявлен 21 новый случай заражения. Пять пациентов поступили с признаками ОРВИ, четверо с пневмонией. 11 случаев это служебные и семейные контакты. Интересно, что один заболевший узнал диагноз сам. Он самостоятельно прошел обследование, которое и выявило у него коронавирус. Напомню, всего в регионе зафиксировано 985 случаев заражения COVID-19. Среди них 113 детей. Под медицинским наблюдением находится почти 1500 человек. Получают лечение 453 человека. Из них 24 пациента в тяжелом состоянии. Трое на искусственной вентиляции легких. Беда пришла откуда не ждали. В числе зараженных коронавирусной инфекцией и юрист нашей телекомпании. Он входит в число семейных контактов. После того, как у родственника юриста выявили COVID-19, сотрудник работал удаленно. Роспотребнадзор проверяет круг контактных лиц. Ситуация под контролем надзорников. Уточним, в период самоизоляции телекомпания переведена на посменную работу. Еженедельно сотрудники сменяют друг друга. Поэтому вероятность инфицирования журналистов максимально низкая. Переносит наш коллега вирус в легкой форме. Вот что он сегодня рассказал нам по телефону. Его имя в интервью мы не будем указывать по этическим соображениям. У нас давненько уже введена удаленка. Общаемся мы посредством телефона и компьютера. Слава Богу, сейчас технологии позволяют. Был у меня контакт неделю назад. Узнал я об этом в пятницу вечером уже. Вручили постановление в воскресенье вечером. Ну, если бы, откровенно так сказать, и не сказали, что у меня высеялся вирус, то я бы и даже не подозревал бы в этом. Потому что самочувствие прекрасное. Неделя без горячей воды. Ее отключают в Абакане сегодня ночью в связи с гидравлическими испытаниями. Кипяток пропадет в полночь и появится только 8 июня в это же время. Ожидается отключение в Черногорске на Котельной номер 2 со 2 по 6 июня. Напомню, гидравлические испытания необходимы для выявления деформаций, утечек и повреждений сетей. А также для проверки герметичности соединений. Эти испытания очень важны при подготовке к новому отопительному сезону. Кстати, жители Хакасии отключению горячей воды не очень рады. И дело не только в бытовых неудобствах, а в холодной погоде. Несмотря на первый летний день, небесная канцелярия, видимо, решила пошутить. В Хакасию пришли затяжные дожди. Сегодня и завтра по республике ожидаются сильные осадки, грозы, град, ветер с порывами до 25 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 13-18, ночью до 9 градусов тепла. По предварительному прогнозу такая погода продержится до середины недели. В начале первой декады местами возможны даже заморозки. Во второй половине потеплеет до плюс 26 днем. И все же аномальным июнь не назовешь. Среднемесячная температура около 17 градусов тепла. Это в пределах многолетних значений, говорят в гидрометцентре Хакасии. В третьей декады ночная температура 7-12-8-13, а дневная температура 23-28. В конце месяца мы ожидаем повышение дневной температуры до 27-32 градусов тепла. Небольшие умеренные дожди с грозами ожидаются в течение месяца часто. Сегодня Международный день защиты детей проходит он в режиме онлайн. Именно так встречают праздник воспитанники одного из детских домов Хакасии. Программа насыщенная, выступления артиста в театре «Кукол сказка», увлекательные квесты и мастер-классы. И даже настоящий цирк. Вместе с ребятишками праздник отмечала Полина Назарова. Карантин ребячему смеху и улыбкам не помеха. Нынешний день защиты детей проходит по-особенному в режиме онлайн. Не подмочил праздник и сегодняшний дождь. Все артисты перед глазами на экране. Именно так воспитанники детского дома «Ласточка» встречают праздник. Говорят, что необычно, но весело. В Международный день за счет детей непривычно так праздновать. Но тем не менее мне все понравилось. Но больше всего мне понравилась зарядка с чемпионами. Сейчас я сижу и заполняю викторину права детей онлайн. Мне это нравится и интересно. Ну, конечно, онлайн режим непривычный. Ну, мне больше всего понравилось цирковое представление. Программа очень насыщенная и рассчитана как на малышей, так и на подростков. Онлайн-локаций множество. От квестов, которые предлагают пройти на компьютере, до зарядки с чемпионом. Девчонкам по душе придется мастер-класс по макияжу от арт-кластера Таврида. А мальчуганы за спорт. Мероприятия очень различные, несмотря на новый формат. Формат онлайн. Это и цирк, и зарядка с различными известными спортсменами. За это мы выражаем огромную благодарность Министерству просвещения Российской Федерации, который предоставил нам возможность пообщаться с великими, известными людьми, расширить горизонты. Гвоздь программы – общение с коллективом Театра Сказка. В прямом эфире ребятишкам показали, как оживают разные куклы в руках умелого мастера. Еще одно яркое шоу-трансляция с ареной Волгоградского цирка. Гимнастки, животные, клоуны и певцы покорили сердца. Кстати, смотрели эфир не только дети из Хакасии, но и из других регионов. После они пообщались по видеосвязи и поделились впечатлениями. Коронавирус внес свои коррективы во все массовые мероприятия. Но плюс в этом есть, ведь с любимыми героями можно созвониться по видео в любой момент. Телекомпания РТС присоединяется к поздравлениям. Сегодня теплые слова и жаркие объятия самым важным людям в жизни – всем детям нашей республики. Полина Назарова, Руслан Шелгынов, РТС. Обстановка на водоемах Хакасии не вызывает опасений, подтопление не прогнозируется. Между тем гидрологи и оперативные службы ведут круглосуточное наблюдение за паводковой ситуацией в республике. Специалисты отмечают, что возможен дальнейший подъем воды из-за осадков, которые атаковали Хакасию. Однако до достижения критических отметок есть еще значительный запас. Так, на реке Абакан в районе Абазы уровень воды составляет 198 сантиметров. Подъем воды за сутки составил 2 сантиметра. В районе Абакана 153 сантиметра, а вода наоборот опустилась аж на 11 сантиметров. А вот на реках Том белые и черные юз дожди привели к повышению уровня воды на 20-30 сантиметров. Поэтому тяжелая аварийно-спасательная техника и стационарные системы оповещения находятся в постоянной готовности. Подготовленные запасы скального грунта для возможной отсыпки и укрепления дам. За выходные в Хакасии 9 пожаров. Степных палов не было, помогли дожди, но пожарным пришлось спасать жилые дома. Подробнее об этих и других происшествиях расскажем в хронике. В поселке Майна в субботу заполыхал двухэтажный жилой барак. В квартире на верхнем этаже горели потолок и вещи. По словам очевидцев, хозяйки пожилой женщине пришлось прыгать из окна. Она госпитализирована. Другие жильцы дома эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Предварительная причина в электрооборудовании. Из-за этого пострадал от огня и частный жилой дом Шира. В селе Коммунар загорелась крыша пятиквартирного жилого дома на площади почти в 200 квадратов. Для подвоза воды привлекалась техника сельсовета и рудника. Трижды за выходные пожарные тушили мусор. В Абакане под машину попал пешеход. ДТП произошло в воскресенье у торгового комплекса «Аллея» по проспекту Дружбы народов. 24-летний мужчина вышел на зебру на красный свет. Там его сбил Volkswagen Polo. У пешехода закрытый перелом руки и ушиб головы. А в Сорске нетрезвая дама устроила аварию, скрываясь от полицейских. В районе профилактория «Туманной» пьяная автоледи за рулем «Лада Гранта» не остановилась по требованию патруля ДПС, а стала набирать скорость. Далеко она не уехала. Через пару километров слетела в кювет. Нарушительница была вместе с мужем. Итог – разбитая машина и семь протоколов на семейную пару. А в Аскиском районе водитель ваза сбил лошадь. Все произошло в субботу около 10 часов вечера в районе села Бельтырское. Животное выскочило на дорогу из темноты. Автомобиль поврежден, два пассажира в больнице. Водитель оказался пьян. Лошадь осталась жива, ее хозяин не объявился. В Абакане маленький ребенок отравился растворителем. Мальчику два с половиной года. В пятницу он был с родителями на приусадебном участке. Оставшись без присмотра, на несколько минут он дотянулся до стоявшей на высоте бутылки с растворителем. И попробовал его. Малыша госпитализировали. Грабеж в Черногорске. На улице Юбилейной несколько мужчин напали на прохожего. Угрожая физической силой, налетчики забрали у мужчины все деньги. 2000 рублей. И скрылись. Злоумышленники далеко не ушли. Их вскоре задержали росгвардейцы. В одном из дворов по улице Космонавтов. Грабителями оказались пятеро мужчин в возрасте от 30 до 33 лет. Теперь с ними разберется полиция. В Ширинском районе будут созданы новые площадки накопления твердых коммунальных отходов. Компания за свой счет организует площадки накопления ТКО в поселке Шира. Предприятие в свое время пообещало жителям выполнить эту работу, несмотря на то, что их создание не входит в зону ответственности Аэросети 2000. Новые площадки появятся на улицах Сурикова, Щетинина и Октябрьская уже в этом месяце. Правительство Хакасии намерено сделать из Бородинской пещеры проект российского уровня, чтобы оценить туристический потенциал, накануне в пещеру спустилась замглавы Хакасии Ирина Войнова. Сейчас Бородинскую пещеру планируется отмыть и обустроить вход. Затем будет сделана цветная подсветка и дорожка для посетителей. В региональном правительстве подчеркнули, что этот год обещает стать поворотным в туристической отрасли Хакасии. При поддержке Ростуризма решение о работе в республике уже приняли несколько ведущих туристических компаний страны. Это Аннекс Тур и Пегас Туристик. В середине июля в Хакасию прилетит первый чартер, который привезет представителей еще десятка туроператоров. Новый уровень бизнеса требует создания туристических объектов нового качества. Одним из них может стать пещера Бородинская. Это были все новости к этому часу, но не уходите от экранов. Моя коллега и ведущая рубрики «Все эти» Полина Назарова уже в студии. Прямо сейчас расскажет, чем же сегодня удивил пользователей интернет. Полина, добрый вечер. Добрый вечер, Наташа. Добрый вечер, дорогие друзья. Наташа, расскажи, пожалуйста, как тебе достаются твои кровно заработанные? Ну, правильно, кровно заработанные деньги. Зарабатывать честно всегда тяжело, но у меня большое преимущество. Полина, я просто обожаю свою работу, но подозреваю, что разговаривать сейчас мы будем не о журналистике. С удовольствием послушаю то, что ты расскажешь телезрителям. Хорошего эфира тебе, а вам доброго вечера, дорогие друзья. Житель Тувы. А вот в Красноярске неизвестные решили заработать преступным путем. Они ограбили инкассаторов. Нападение произошло на улице Щерцова возле отделения одного из банков. Из машины вышли двое инкассаторов и тут их обстреляли. На кадрах видно, что злоумышленники в плащах и в масках, у одного в руках оружие. Неизвестные забрали сумку с деньгами, сели в ожидавший их автомобиль и уехали. Двое инкассаторов ранены. В тяжелом состоянии их доставили в больницу. Для поимки нападавших по тревоге были подняты все оперативные службы. А теперь не о заработке, а наоборот о расходах. Это видео одного из абаканских дворов. Коммунальщики раскопали яму для ремонта трубы. После, естественно, ее засыпали. Но что-то пошло не так. Вот результат. Автомобиль провалился в яму и застрял. Но мир не без добрых людей. Помогли выбраться из ловушки. Ну и хватит о деньгах. Давайте о природе лучше. Полюбуйтесь, насколько она великолепна в Хакасии. Эти кадры снял Андрей Зайченко. Он автор многих видео о красотах нашей Солнечной Республики. На этот раз в его объектив попала Долина Царей. Кто еще не знает, это исторический комплекс, который насчитывает больше 50 курганов. Самый большой и известный во всем мире Салбыкский курган. Любуйтесь вместе с нами. А вот и еще одна достопримечательность нашей Республики. Горные озера, ледник, который никогда не тает, и огненные жарковые поля. Кстати, они в Красной книге, их рвать нельзя. Предупреждаем, если вдруг соберетесь туда. Все это Ивановские озера. Правда, погода не балует. В солнечные дни там еще прекраснее. Были. Знаем. Это были все новости, которые попали в мои сети. Сегодня узнать еще больше можно на нашем сайте tvrts.ru, ютубе и во всех соцсетях РТС. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире.